здорово друзья добро пожаловать на мой канал меня зовут саня и мы продолжаем к это кропс продолжаем проходить обучение управления и так далее настроил я и руль сейчас посмотрим как будет работать прицепил я коробку наш камера завибрировала включил ручную коробку передач посмотрим как эта система будет работать так и не нашел я кнопку где именно изменять реверс не просто переключить заднюю передачу а именно изменять так многие машины пересы крс имеют функцию на на и в машине которых лечь что за перевод управляться с помощью управляться с помощью управления курсором в этом учебном пособии понятно начать встаньте перед дверью ориона стал перед дверью ревона control открыть сись кабину закрыть с помощью я понял с помощью зажигания ехать над прицепом и ясно так смотри включил я первую передачу что-то подкнул шестую пятую давай шестую а чё не едет 7 а чё так медленно а чё я чего-то не понимаю или чего нейтральная седьмая так я понял в чем прикол смотри настройки управление настроить оси слайдер калибровка далее вот так вот должно быть до хранить вот да вот так вот все равно как-то медленно геет батон 6 батон 6 это у нас вот это батон 6 выход из ориона выходим из ориона давай по интерактиву об дверь открыли вышли стань тире а ты чё пляшешь вот и смотря у нее тут тут на прицепах подвеска сделано поздравлять теперь знаете как используя как control на трактере обязательно посуду нашим различные варианты и зачем я туда встал давай дальше пользовательский интерфейс мне почему-то не нравится с коробкой передач почему а чё с ним не так-то как он медленно надо будет с этим вопросом еще посидеть посмотреть либо 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 а чё либо либо я не знаю чё либо либо может все-таки что-то там с этими этими я без понятия о да ладно кто-то поставил лайк так откройте информация управления f2 закрыть а в левом нижнем углу найдете небольшую картину на на нажав клавишу карта серьезно режим эти точку маршрута на карте куда давай сюда уменьшить или увеличить карту при выборе поля на карте откроется меню полей в котором можно смотреть детали поля закройте меню и нажав и фаде закройте карту нажать когда карта не расширена вы можете использовать опцию я якорная карта чтобы карта следовало вашей ориентации ли всегда было направление в левом верхнем углу экрана вы найдете основную информацию такую как время погода ваш баланс окей увеличить скорость плюс минус плюс увеличить до 120 окей снизить окей нажмите спать установите переадресатель на 10 дней и 3 часа 10 дней три часа сон а зачем мне диспать 10 дней три часа 2000 год у нас 20 мая нажмите кнопку погода погода закройте календарь закрыл нажмите на денежную сумму нажал что произошло сейчас закройте финансовое меню f1 закрыл находясь в автомобиле в правом нижнем углу вы увидите спидометр помимо скорости оборотов он отображает текущую передачу расход топлива также значки состояния зависимости от ситуации продолжить в автомобиле с любым грузом например в прицепе с молотами фруктами над спидометром отображается строка состояния груза не перечислены все ингредиенты цистерн а это этапе блять это было так сложно игровое меню операции по спасению мира блять операции по крайней мере это интересно чем 22 ферма ну тут очень мало техники и она по-моему еще даже в этом не вышла официально полная игра на еще в раннем доступе типа того или как там ну точно не в бета тестирование ранний доступ ранее с ранее так в этом уроке вы познакомьтесь с меню игры так откройте открыл продолжить в меню автомобилей категории тракторы выбрать фильтр мощность двигателя выбрал измените порядок сортировки выберите axion 940 385 лошадей всего раз два три четыре пять тракторов выбрал купить купил автопарк автопарк правда зачем я его купил и опять продать операции выберите раздел запас наличие здесь вы увидите всех животных которые владеешь у вас есть вы можете посмотреть на отдельных животных более подробно окей прийти вкладку сотрудники я еще на животное не посмотрел здоровье понятно потом что выберите работника выбрал нанять нанял перейти в раздел сотрудники уволить уволил блять серьезно банк новый заем здесь вы можете указать размер заем который вы хотели еще не в другом выплатить взять заем цистерна торгуется перейдите в меню планирования планирования планирование планирование это все в этом меню вы увидите обзор всех текущих и планируемых задач здесь же вы можете создать новые задания для себя и своих сотрудников в режиме бесплатной игры также получите список доступных и текущих заданий в разделе задания календарь 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 показывает вам погоду на ближайшие несколько дней за планирование часы ваших сотрудников окей поля здесь вы найдете обзор полей которые вы можете купить однако многие из них пока недоступны окей поле номер три купить купить принадлежит символы достижение закрыть меню закрыл спасибо дисковая барана что-то у нас интересно идет дальше друзья дисковая барана сейчас будем баранить дисковать и так далее так же долго здесь все загружается очень техники мало всего пять тракторов это три бренда класс дойцы и мерседес комбайнов помню тут вообще два из насколько я знаю на чаклянусь давай глянем f1 техника категории комбайны комбайны вообще один комбайн косилочные брусы ну два комбайна обычный и корм уборочный силы и разновидный силы понятно так попасть в класс орион 530 ну сейчас попадем нас научили открывать дверь интерактиву мы будем открывать дверь интерактивом залезть и закрывать дверь интерактивом закрыть так заводим ручник первая передача я не понимаю что не так с коробкой передач я типа выставил чтобы это может надо было сцепление выжимать баттон 6 прицепить прицепил так более 15 давай сразу сейчас той поедем что стоит это вот что происходит или как-то наоборот надо поставить настройки сложность если активно механическая коробка передали приклеения необходимо включить сцепление сцепление необходимы для переключения передач ну стоит я не знаю движение пока включите это правильно что машина начинала движение пока двигатель еще так нет отключить это неинтересно давай вот так попробуем нет это не то сложность это нейтральная шестерня это ладно пока ставим так как есть так сейчас он прям летит без сцепление переключается я не знаю почему я хочу ой как его носит не противовес нужен 7 передачи на на 8 не хватило меня с этого потому что на с ячейку 8 передачи вместо их задней передачи итак давай на это вторую передачу так разложить барану это опустить стоять вот разложить я же все на руль настрою опустить опустил вырастить первый трек так это не то это не то и отключить круиз-контроль вот это вот да так стой погоди нам надо чего это что за прикол такой правление лаксон передний задний а так вот оно где было-то едите твою душу я думаю это переключить привод передний задний а это вот оно есть это реверс то есть можно все я понял смотри делаем вот так до сложность вот так вот вот так вот вот так вот коробка автоматическая сохранить не все равно не работает погоди так так да ой ладно короче вернемся как было сцепление сцепление так а может вот так вот нет нет не так а управление сцепление Сцепление, 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 да. Реверс, привод передний, задний. Короче, поехали. Так, а что он, он подруливает, нет? Давай тогда включим вот так вот. Включить. Включить полный привод, включить блокировку переднего, включить блокировку центрального, все блокировки нахер включим, чтобы он ехал, как этот. И выращиваем первый трек. Я не понимаю, он... Он как-то странно подруливает, если честно. То есть вот я чуть-чуть поворачиваю, он сам чуть-чуть поворачивает. На второй передаче, кстати, едем. Поднять орудие. Ох, как тебя колбасит, стоять. Превратиться во вторую дорожку. Я не умею превращаться во вторую дорожку. Что ж с переводом здесь творится? Так. Включаем, да? Включаем. Отпустить. Вращиваем вторую дорожку. Ставим на круиз-контроль. Что ты делаешь? А что круиз-контроль сам по себе переключает передачу? Он же должен, по идее, только скорость держать. А тут можно как-нибудь интерфейс убрать и скриншот сделать? Ясно. Тут описание всего, если он Alt зажимаешь. Так вот, сделаем в скриншоте. Потом как-нибудь его... превьюшку сделаю сам. Обрежу там и так далее. Так, все. Это все, что нужно... Серьезно. Так, ну-то пропускаем. Реверсированный плуг. Это мы уже видели, кстати. А почему его опять нам дают? Странные дела. Очень странные дела. Нарананай, нананай. Какие же другие загрузки здесь? А в ферме такого нету. Ну, блин, вот это интерактив. Было бы очень хорошо, если бы они дальше развивали эту игру. Добавляли технику. Прям чтобы техники было много, как в ферме. Разной всякой. Так, открываем. Открываем. Закрываем. Заводим. С ручника снимаем. Со второй передачи. Хотел со шлифами, но что-то он не захотел со шлифами. Так, заднее. А зеркало-то есть у него? Нету? Прицепить. Прицепили. Так. На поле 15. Мы же на нем же были, да? Давай сразу на шестую. Ну, можно на седьмую сразу. Ну да, мы же это поле сейчас и культивировали. Бронили. Поворотник, я думаю, не обязательно включать. Так. Нейтральная, да, вторая? Разложить лук. Разложить. Это опустить. Не то. Слушайте, это колбасик. Разложить. Надо его сейчас повернуть. Да это я знаю. Вращать лук. Это не то. Это опять сложить. Баттон 8. Это опустить. Вот это же вращать, да? Нет? Вот это? Вот это вращать. Опустить орудие. Почему у тебя колеса назад? Опустить. Сейчас опустим. Опустить. Давай мы по этому ПГС. Рабочая ширина. Вот так же, да? Ну-ка. ПГС. Вот так вот. Смещение. Смещение. Так, ну окей. Под рулёжку включаем вторую передачу и поехали пахать. Ага. Нам надо включить всё вот это дело, чтобы он нормально ехал. Вот как полетел. Так, закройся, пожалуйста. Я хочу сделать превьюшку. Так, ну. А чё? Ладно, круиз-контроль. Я сам буду ехать, если бы я сажать, а то это круиз-контроль у меня что-то нет. Так, а с сидушками тут можно, чем сделать нельзя? Это у нас стоит вращать. Передний дворник. А тут у нас эта дверь открыть, да? Поднять пулк. Приключите на вторую дорожку. Нам надо ещё развернуть пулк. Переключаемся на вторую дорожку. А-а-а. Погоди. А чё? Чё с тобой случилось? Как бы... Ну ладно, хозяин-барин, ты, не я. Я отпускаю, и я еду. А почему он как-то неровно? Может, я, конечно, что-то про это проглядел. Я не еду правыми колёсами в борозде. Он не хочет так ехать. Стой, давай, смотри, смещение. Это не то. Это поворот. Это тоже не то. Начальный сдвиг мне надо было вот так вот настроить. Только почему-то он сбрасывается. Ты приколуешься. Ты приколуешься. Так. Вот так вот. Начальный сдвиг. Вот так вот должен быть. Начальный сдвиг вот так. Блять. Вот так вот сейчас мы сделаем. Должно получиться в пизду. Короче, не поехали, блять. Я не знаю, как эта система работает. Пропустить не хочу я это. Пропустить. Голова. Голова. Что за голова, интересно? Посмотрим, что за голова. Приятного. Ух. Это что за голова. Есть лиnooon. Ух. 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 В этом учебнике вы узнаете, что такое разворотная полоса, какие там типы и какие правильно создать. Любой вид полевых работ требует наличия разворотной полосы, чтобы обеспечить пространство для разворота маневров в поле. Чем больше комбинация транспортных средств, с которыми вы работаете, тем больше места требует на разворотной полосе. В большинстве случаев для разворота при работе на поле достаточно двух-трех дорожек и разворота. В результате поле разделено на разворотную полосу и полевую полосу. Понятно. Так, существуют по сути два типа разворотов таких. Понятно. Оставшая часть поля отмечена здесь зеленым. Цветом обрабатываются как полевые полосы, как обычно. Окей. Работа начинается с полевых полос. Разворотная полоса используется для разворотов высоты. Окей. Подтвердить нажатием продолжить. Окей. Продолжить. Опустить культиватор сначала завести надо. Куда ты поехал? Опускаем культиватор. Культиватор в путь. Поехали. Только сперва мы вот так вот сделаем, а то он ехать не будет. Поехали. То есть нам надо сначала вот это вот то, что прямоугольники заделывать, а потом вот это вот остается в конце пути. Да он еле едет. А где грязь-то я не понимаю. А тут вообще существует? Визуально я имею ввиду на... Так, мне надо было остановиться, а я дальше поехал, да? Поднять культиватор. Поднимаем. Превращайся в следующую дорожку за три хода. Идиот. Ну ладно, давай сделаем, как показывают. Вот так. Вот так. Вот так. Поехали дальше культивировать. Так, а что по свету можно светить? Так, вот это задний. Это внутри свет. В принципе, нам свет там нам не нужен сейчас. Культивируйте путь 3. Путь 3 культивирую. Путь 3. Путь 3. Путь 3. Культивируйте путь 4, блин. Какое же долго тут обучение. Давай, рули сам газу и я. Ты рулив, я газу. То есть, они сделали вот эту вот физику грязи, да? Рельеф, то что он деформируется. А то, что техника пачкается, они не сделали. Вот это вообще прикольно. Или пачкается. Или где-то это надо включить. Опускаем и едем. Ну, я, короче, понял, можно пропустить это, нет? Культивируйте путь 6. Как-то, если честно, странно. Он не по длинной стороне идет, а зачем так, если можно было... Тут и там есть, где разворачиваться. Можно было ходить вот так вот, челночными, бегать, челночными загонами. Сидим мой путь. Ну, давай сидим мой путь. О, а что раньше-то не сказали. Ну-ка, а что по радио? А, я же это... Звук нет. А что радио-то не играет? Не хочет. Короче. Поднимаем. Можно даже не рулить, можно просто передачу переключать, опускать пулу и все. И газ сжать. Долго мы еще этим заниматься будем, мне уже надоело, если честно, я хочу как бы другое что-нибудь сделать. Зачем тут надо сцепление, если без сцепления переключать, я не понимаю. Неинтересно, обязательно полный газ сжать? Типа на полном газон со шлифовкой едет. Че, а, опустить культиватор, опускаю. Я не пойму. А, ну, вроде колеса стали грязные, но это колеса, а все остальное, типа культиватор, постоянно в земле, а он должен быть уже черный весь. Ну ладно, на колесах грязь немного есть. Так, еще два прохода, я так понимаю, 11-й, да, и 12-й. Опустить. Поехать. Только у меня солярка-то кончилась, 24 галлона осталось. А если на первый переключиться? Не дуй, пожалуйста, на меня. Отчеты не это, не того самое, не разворачивайся сам, не рулишь. Не хочешь, тебе надоело? Мне тоже надоело. Опускаем пловую культиватор. Почти 20 галлонов у него сейчас, галлон-час, 20 галлонов-час брать. Так, езжай по первой разворотной полосе. Теперь все полевые полосы обработаны, мы переключаемся на разворотную полосу. Для этого повернуть на воротную полосу или разворота, я понял. Конечно, из-за того, что я все блокировки пона включал, он еле поворачивает. Опускаем культиватор и едем. Вернуться к краю поля. Зачем? Ты дурак. Выращивание первой. Я тебе сейчас втащу. Я же поехал. Че тебе, блядь, не понравилось? Ты дурак. Так, смотри, по-моему, колеса... Во, колеса вообще прям грязные становятся. Он не сам поворачивает. Ну, это неправильно. Это ж... Это неудобно так делать. Это... Кто так придумал? Это можно было сделать вообще по-другому. Намного легче. Как я говорил, челночным бегает, челночным. А вот это сначала середину скультивировать, потом... Блядь, ну это идиотизм. Ну, слышишь, нахера, он прям вообще черный-черный становится. Видимо, они не сразу срабатывают. Думи, культиватор. Я развернусь. Ну, типа, грязь не сразу это налипает. Не, ну ладно. Колеса есть. А остальное... Самая техника, культиватор. Ну, он же должен быть уже прям вообще весь в говне. А он как новенький, он помазан чем-то, грязи отталкивающим. Ай, развернуться. Сейчас это закончим. На этом серию закончим. Пойду я записывать ферму. Ой, сносит его, сносит. Пошла жара сносить его. Так, смотри, вот там типа... Да, вон на спидометре, вон, значок руля показывает, что у нас автоподрульную включили. А вот это, что... Вот навигация отключена. Вот автоподрульную выключил я, вот включили. Поворотники, все дела. Так, ты опять пошел какую-то херню заниматься. Давай-ка я развернусь. Нет, 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 нам не сюда. Нам вот сюда, на эту полосу бараник. Пьяный тракторист, ты. А где дождик, типа? Я хочу посмотреть, как это влияет тут дождь на всю эту систему. И вот опять серия 40 минут, а по сути херня полная получилась. Ничего толкового и интересного не вышло у нас здесь. Да поворачивай ты, ебаный, нахуй. О-о-о-о... Ты ничего не видел. А если видел, то забудь. выполнена все друзья на этом и заканчиваем не она уже задолбал этой 2 серия мне уже на бесит ну конечно если вам она зайдет будем дальше продолжать смотреть на эту игру а на этом мы заканчиваем спасибо что смотрели подписывайтесь комментарии ставьте лайки и до встречи следующей серии друзья всем пока